Я должна еще раз поздороваться, да? Конечно. И представиться. Меня зовут Ирина Медведева. Я сейчас в этой замечательной библиотеке имени Лермонтова представляю клуб любителей поэзии, который мы назвали в 2002 году «Дом поэтов». Это дом поэта Лермонтова и всех поэтов, самых лучших, мы считаем, которые выступают на этой площадке. Сегодня здесь в Срединос Наташа Кошина. На мой взгляд, дивный поэт. Мы познакомились с ней, многие знают ее, но я должна сказать для тех, кто не знает, мы познакомились с ней в ВКонтакте, в социальной сети. Удивительное дело, но сейчас без этого не обойтись. В 2008 году впервые мы с ней обменялись какими-то записочками в нашем клубе, который называется сейчас «Живопись без границ». И слово за слово поняли, что и у меня поэзия есть определенный интерес. Это поэзия моего сына Ильи Тюлина. И она поэта. Ну а дальше контакт стал выходить за рамки виртуальности. Я приехала с вечером моего сына в Петербург, где под Петербургом Ленинградской области, в поселке Отрадное, на берегу чистейшего озера, которое тоже называется Отрадное, жила Наташа и писала там свои димные стихи. Наш вечер будет насыщен музыкой и Наташиной стихами, конечно. Я сразу представлю вам людей, которые будут читать стихи и будут играть для Наташи и для нас всех. Это Светлана Андреичук, актриса и режиссер. Она будет читать стихи. Это Леночка Хругина. Она будет исполнять музыку, классику, которую полюбила Наташа. Но это будет чуть позже. А сейчас для того, чтобы создать ощущение присутствия Наташи, чтобы понять, что это было за человек, хотя бы в самом ближайшем приближении, мы посмотрим фильм, который сделал наш друг Сергей Вольпин. Тоже познакомимся. Сложитель по контакту. Ну ладно, такие слова-то произойдут. Тоже познакомившись с Наташей в контакте. Так мы познакомились и подружились.